Сеженье глядит в полуночь, и важен Раме Божьим, обрящих глядься. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, были расстреляны российский государь Николай II, его верная жена государственная Александра Федоровна, их дети, а вместе с ними под пули и штыки убийц попали и те, кто служил царской семье верой и правдой, кто оставался с ней в радости и в горе, их верные слуги. И об одном из них, недавно прославленном в Лике Святых, страстотерпце доктора Евгении Боткине, мы продолжим говорить на сегодняшнем уроке православия. В своем последнем письме из Екатеринбурга за неделю до гибели Евгений Сергеевич написал. В сущности, я уже умер. Умер для своих детей, для своих друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен. Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, он спасет теперь и моих детей, и сам будет им отцом. Напомним, к тому времени у доктора Боткина осталось трое детей. Сыновья Юрий, Глеб и дочь Татьяна. Старший сын Дмитрий, хорун-жилип гвардии казачьего полка, герой Первой мировой войны, погиб на фронте в 20-летнем возрасте. И чтобы увидеть, каким отцом был Евгений Сергеевич, обратимся к тому времени, когда в России только началась Первая мировая война. Оба старших сына, Евгения Сергеевича, Дмитрий и Юрий, отправились на фронт, несмотря на то, что Юрию только исполнилось 17 лет. Он пошел добровольцем. А Дмитрий к тому времени уже закончил пажеский корпус, был младшим лейтенантом казачьего полка. Ну и в первый же год войны, где в декабре месяце, Дмитрий Геройский погиб, прикрывая отход казачьего разъезда. Есть одно интересное письмо протопрессвитера армии и флота того времени, Георгия Шавельского, который пишет, что в лейб-гвардии казачьем полку служил Харунжем, сын уже известного нам лейб-медика Боткина. Прекрасный, толковый, честный и скромный юноша. Незадолго до ухода полка и ставки у меня с ним как-то завязалась беседа, и мы проговорили очень долго и задушевно. Через несколько дней по уходе полка на фронт я получил от Харунжева Боткина огромное на два листа письмо, в котором он раскрывал передо мной всю свою душу, описывал сокровенную жизнь, каясь во всех своих грехах, которые он до сели никому никогда не открывал. Письмо было датировано 2 декабря. Через несколько дней в ставке было получено известие, что Харунжий Боткин был убит в бою 3 декабря. Значит, письмо было написано накануне смерти. Ясно, что оно было продиктовано страшным предчувствием. Евгений Сергеевич гордился своими сыновьями. Он писал о том, что меня нельзя считать несчастным отцом. Я горд за своего метью, который отдал жизнь за царя и отечество. И писал своему второму сыну Юрию на фронт, чтобы тот не боялся смерти, чтобы во всем уповал на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И можно вспомнить еще то, что второй сын Юрий пошел на фронт добровольцем. Он еще был не призывного возраста. И отец его не отговаривал. Наоборот, благословил на защиту отечества. Вскоре наступил 1917 год. Февральская революция. Царская семья была задержана и арестована в царском селе. Помещена в Александровский дворец под домашний арест. В это тяжелое время заболели еще и все дети. Сперва наследник, потом великие княжны заболели корью. У них поднялась высокая температура. Они не вставали с постели. И доктор Боткин практически безвыездно находился рядом с ними в Александровском дворце. Вообще время было страшное. Страшное. Толпы революционных солдат, придя в царское село, рыскали повсюду, выискивая царских слуг, жандармов. Находя их, на месте расстреливали. Есть свидетельства, что врывались в дома, разыскивая слуг. Было даже такой случай, что искали жандарма, когда жена не хотела говорить, где он находится. И прямо ее на глазах убили четырехмесячную дочь. Там, в царском селе. Вот на фоне всего этого дети пишут о том, что отец приехал домой в царском экипаже с гербом на дверке. Приехал пообедать. Пообедал, сел обратно в экипаж, уехал обратно во дворец. Солдаты были настолько опешившие, что не посмели ничего даже сделать, что-то сказать против этого. Ну и такой пример вдохновлял и детей. Вот очень интересные воспоминания есть у младшего сына Глеба. Тогда ему было 16 лет. Он пришел во дворец. Надо было повидаться с отцом. И вот так он описывает этот визит. Я получил разрешение посетить отца. Когда я пришел во дворец, солдат сказал мне подождать у ворот. Тем временем ко мне подошел часовой и, сферепа, взглянув на мою фуражку, сказал. Товарищ, зачем ты носишь имперскую корону на фуражке? Ты хочешь, чтобы я тебя застрелил? Вы, конечно, можете меня застрелить, ответил я. Но я вижу на вашей шинели 8 пуговиц, каждый из которых с имперским двуглавым орлом. А каждый орел с тремя имперскими коронами. Получается, на вас 24 имперских короны. Поэтому, прежде чем досаждать мне, пойдите и срежьте пуговицы со своей шинели. Он тупо посмотрел на меня, потом на свои пуговицы и ушел, ругаясь. Субтитры создавал DimaTorzok В августе 1917 года царскую семью отправили в Тобольск. Перед слугами снова был поставлен выбор оставаться с узниками царственными, либо их оставить и самому думать о своей судьбе. Многие, кстати, отступились от царя. Причем, те, кто раньше, скажем так, выставлял на показ свою монархичность, срезали царские венделя с погон, стали называть, например, царя просто полковник Романов или Николай. Но есть свидетельство начальника особого отряда, который конвоировал семью в Тобольск, полковника Кобылинского, о том, что доктор Боткин даже за глаза всегда называл государя и государыню их величествами. В то время за это можно было получить реальный срок. Очень интересное отношение. Евгения Сергеевича к людям и к обстоятельствам. Очень такое, знаете, благодушное и смиренное. Вот, например, когда они прибыли в Тобольск, их поселили, слуг, в доме одного купца, рыбного промышленника. Например, князь Долгоруков называл, посмотрев на этот дом, сказал, что он просто, знаю, там, что-то какой-то грязный, в общем, пустой сарай с паркетами. Доктор Боткин говорит, пишет своим детям, какой чудесный дом, какая у меня чудесная комната, проходная, через которую солдаты ходили, понимаете? О городе Тобольске царские слуги отзывали, что, ну, просто провинциальный, уездный городишко, тоже грязный, неуютный. Доктор Боткин пишет, какой хороший, чудесный город Тобольск, какие боголюбивые жители. На 2200 жителей здесь 27 церквей. Все церкви такие старинные, красивые, понимаете? Слуги отмечают, что вокруг грязь и неуютность. Боткин говорит, какая чудесная природа, какие чудесные закаты. Слуги отмечают, что вокруг грязь и неуютность. Вообще, по словам святителя Василия Великого, благодушное отношение ко всему – это спутник добродетели и благости. Вспоминается еще такой случай, как-то доктор Боткин купил очень понравившую ему кровать. Такая чудесная была кровать. Он выписал своих детей сюда, в Тобольск, они должны были приехать. Он все гадал, кто же на ней будет спать. Кроватка такая хорошая. К ней матрас чудесный. То ли Татьяна, то ли Глеб. Ну и тут узнал, что их коменданту, комиссару Панкратову, не на чем спать. И вот он отдает эту чудесную кровать этому комиссару, о котором, кстати, государь в дневнике отзывался, что этот поганец Панкратов, так его характеризовал. Он действительно там очень многое вредил царской семье. Условия жизни царской семьи в Тобольской ссылке поначалу были довольно сносными. Однако 1 сентября в Тобольск прибыл комиссар временного правительства Панкратов, при котором жизнь арестантов стала более стесненной. Солдаты с каждым днем становились грубее, с комиссаром постоянно возникали споры по поводу прогулок. Даже всегда сдержанный государь с возмущением отметил в своем дневнике. На днях Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов поганец ответил, что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены. Да, поганец Панкратов был и для царской семьи, и для доктора Боткина источником постоянных тревог, огорчений и неприятностей. Тем удивительнее было незлобе Евгения Сергеевича по отношению к комиссару, который впоследствии даже имел возможность спать на замечательной кровати доктора. В сентябре в Тобольск приехали его дети, дочь Татьяна и сын Глеб. Он писал, что вот они теперь живут вместе, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но вскоре власть сменилась, пришли большевики, и было решено отправить царскую семью в Екатеринбург. Ну а перед отъездом наследник снова упал и повредил ногу, не мог ехать, лежал в постели. Поэтому было решено разделить царских узников, император с императрицей, из дочери отправились вперед, а остальные остались в Тобольске. Ну вот Боткин, доктор Боткин поехал с императором, а дети у него остались, получается, в Тобольске. Он же их туда пригласил. Перед отъездом Евгений Сергеевич позаботился о детях очень таким удивительным образом. Когда-то в царском селе в его домашнем лазерете лечился поручик Константин Мельник. Видимо, тогда он познакомился с его дочерью, которая тогда, как мы помним, тоже там работала. И Евгений Сергеевич написал, каким-то образом отыскал этого поручика, написал ему письмо с просьбой приехать в Тобольск и спасти его детей. А Татьяне он благословил выйти замуж за Константина. И вот Константин Мельник через всю Россию с Украины до Сибири проехал, чтобы исполнить эту просьбу Евгения Сергеевича. Он прибыл в Тобольск уже после отъезда доктора с царской семьей. И вскоре они обвенчались с Татьяной. Прожили долгую жизнь. Им удалось выехать из России и увезти Глеба. Таким образом доктор позаботился о своих детях. В Екатеринбурге доктор Боткин был постоянным ходатаем перед властями за царскую семью. Потому что было много ограничений, много запретов. Режим уже был, конечно, далеко не такой, как в Тобольске. Более жесткий. Уже почти настоящий тюремный, можно сказать. И буквально все, и чекисты, вот есть свидетельство чекистов Родзинского, Никулина, отмечали, что доктор Боткин старался ради семьи, готов был пойти на все. И даже есть свидетельство самого Юровского. Доктор Боткин был верный друг семьи. Во всех случаях, по тем или иным нуждам семьи, он выступал ходатаем. Он был душой и телом предан семье и переживал вместе с семьей Романовых тяжесть их жизни. За несколько лет до ареста в одном из своих писем Евгений Сергеевич написал строки, которые оказались пророческими. Сколько поколений страдало и погибли в России, чтобы дать нам мирную и счастливую жизнь, которой пользовались некоторое время. Теперь пришло наше время пасть. Нам дана честь и слава пострадать и погибнуть для новых поколений, которые придут нам на смену для жизни в лучших условиях. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года наступила развязка. Сам Юровский так описывал то, что происходило в подвале Патерского дома. Пальба длилась очень долго. Я увидел, что ноги еще живы. Например, доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего. Револьверным выстрелом я с ним покончил. Еще в 1910 году Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина и выбрал для своего герба следующий девиз «Верою, верностью, трудом». В этих словах сконцентрировались все жизненные идеалы и устремления доктора Боткина. Глубокое внутреннее благочестие, жертвенное служение ближнему, непоколебимая преданность царской семье, верность Богу и Его заповедям во всех обстоятельствах, верность до смерти. Такую верность Господь приемлет как чистую жертву и дает за нее высшую небесную награду. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Субтитры создавал DimaTorzok О, милой нас!